Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний день воскресения между праздниками Вознесения Господня и празднованием Сошествия Святаго Духа на апостолов, который будет в следующее воскресение, мы называем его Троица, когда нам как бы утверждается вот это трипостасное бытие Божие, что Бог нам открывается не как некая загадочная монада, а как три лица – Отец, Сын и Святой Дух. И вот в это воскресение как бы продолжение того слова, которое Господь сказал ученикам перед своим Вознесением, перед своей последней встречей Его воскресшего здесь на земле. Оставайтесь в ограде Иерусалимском, то есть никуда не ходите, ничего, так сказать, никуда не суетитесь пока, до тех пор, пока не облечетесь силою свыше. Время какого-то приготовления, чтобы принять эту силу Святого Духа. И вот Церковь так разумно посвятила это воскресение именно память отцов Первого Вселенского Собора, на котором был, как вы все знаете, сформулирован тот замечательный текст, который мы называем символ веры. Замечательно глубокое, богословское, поэтическое произведение, которое мы все вместе поем во время Божественной Литургии. Между прочим, надо сказать, что вот это совместное пение в России утвердилось сравнительно недавно, а именно на Поместном Соборе Русской Православной Церкви в 1917 году. Как-то продвенциально и мудро участники Собора решили, ввиду грядущих грозных революционных времен, чтобы люди утверждались и знали символ веры, знали, во что они веруют. Не просто дома читать правила утренним, не просто во время Литургии, как было раньше, и сейчас также в Греческой Церкви, в этот момент какой-то чтецам один читает, так сказать, соло, этот замечательный текст. А мы вот с этого времени все вместе его поем. Я вам должен сказать, когда я только еще крестился, мне вот так 19 лет, это было уже около 60 лет тому назад, так вот, мне в службе, конечно, было мало что понятно, ну, я в тени, там отдельные слова, но самый радостный для меня был момент, два момента. Это когда все вместе пели символ веры, когда все вместе пели Отче наш. Все вместе участвуем, и главное, понятно все-таки, что происходит. Так что такое, думаю, мудрое решение, оно не случайно и очень радостное, потому что мы все вместе, он чувствует свое единство, и это бесконечно глубокие слова, которые постоянно им дают нам пищу для размышлений. И утверждение от именно вот единосущего, вот это слово единосущного Отцу, такое им же вся выше, то есть все было сотворено, это то самое слово, которое и стало предметом ожесточенных споров на Первом Вселенском Соборе. Собственно говоря, и сам собор был собран именно из-за этого слова, даже, собственно, не из-за слова, а из-за одной буквы. А греческое слово означает «Омоусиус», звучит, единосущного, «Омо». А появилось учение некого преститора Александрии Ария, который предлагал заменить это слово «Омоусиус» – подоба сущного. То есть, да, самое возвышенное творение, что Сын Божий, Господь Иисус, не является Сыном Божиим. Здесь была такая, как бы, благочестивая идея защитить такой строгий монотеизм. Раз Бог – Отец, то никаких там сынов, ничего нет. И он был подобным высшей из всех творений, но всё-таки сотворённый. А вот именно эта формулировка подчёркивает вот это мнение и, правильно, догмат о единосущей «Омоусиус» – единосущного от Отца Рождённого прежде всех век. То есть, до начала времени, до сотворения мира, рождённого и несотворённого, единосущного отцу. Ещё раз подчёркивается, что не творение, а рождение. И, конечно, всякий человек прекрасно понимает, особенно прекрасная половина человечества, что ребёнок, родившийся от неё, это не что-то такое, что она там приготовит обед, или сошлёт, или смастерит, или так далее, а рождённое то, что принадлежит ей, единосущное с ней. Так что это очень важные богословские формулы. Конечно, мы должны помнить ещё и о том, что не случайно название – символ. В нашем обыденном языке слово «символ» получило какое-то очень часто уничижительное значение, когда человек говорит, что он получает символическую зарплату, ну, понятно, что это очень маленькую, не соответствующую его, так сказать, вложенному труду. Вот. Но на самом деле в греческом языке символ значение имеет очень глубокое и вовсе не уничижительное. Символ – это нечто такое, которое обозначает невыразимое. Он как бы не разъясняет, не растолковывает, а указывает. Указывает на то, что стоит за ним, что невозможно выразить словами, что невозможно передать вот нашим человеческим языком, который приспособлен для передачи реалий окружающего материального мира. И поэтому символ – слово очень глубокое, то есть нечто, указывающее на божественную сущность, то, что словами, так сказать, адекватно выразить невозможно. И поэтому, когда мы говорим о каких-то символах, то это очень важно, о каких-то очень важных, каких-то знаках, за которыми стоит нечто гораздо большее. Ну, когда мы видим дорожные знаки, все такое, сказать, нельзя проехать, потому что на кирпич, мы понимаем, что вот это и есть символ. Это не… вот мы понимаем, что сам по себе он не препятствует. Человек может нарушить правила, поехать и так далее. Но это кончится для него плохо, и не только для него. Но это есть знак, который пришел, да, вот здесь уже проезд закрыт. И то же самое очень многие господские формулировки, повествование Библии, носят именно вот такой же глубокий символический характер, символ в таком возвышенном смысле этого греческого слова. Так что давайте этим не смущаться, а именно об этом помнить. И в сегодняшнем Евангелии от Иоанна читалось два чтения. Одно из… от Иоанна, где приводится очень важный, удивительный текст молитвы Господа Иисуса во время Тайной Вечери. Последняя его встреча с учениками. Через несколько часов его схватят, предадут пыткам, мучениям и казнят. И вот последнее, о чем молится Господь Иисус, что сохранил евангелист Иоанн Богослов, конечно, потому что и Дух Святой ему напомнил эти слова, и он был сам их свидетелем, и передает в этой очень важной беседе. Это надо читать, вчитываться, перечитывать, потому что здесь такие очень важные слова нам передает евангелист. А говорит о том, чтобы… он принес… даст жизнь вечную. А что же такое вечная жизнь? Вся жизнь вечная дознает тебя, единого истинного Бога. Знание Бога – это не просто какая-то теоретическая, так сказать, формулировка, а знание именно вхождение, понимание, вхождение в причину, первопричину и смысл всего бытия. И далее говорит о том, что «прославь меня, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Именно отсюда и рождаются вот эти слова «рожденного, несотворенного, единосущного Отцу». Через Него все было сотворено. «Я открыл имя Твоего человека». Какое же имя открыл? Имя Отец. И Боже не грозный судья, не какой-то бесконечно далекий демиург, правитель мира, а любящий Отец. И далее он просит о том, что ученики поняли, познали, что я ишел от тебя и уверовали, что ты постал меня. И далее о чем первым молится Господь, когда молится ученика, который оставляет здесь в мире. «Сохрани их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы». Вот это главное – единство. Самую большую радость переживает христиан, когда они собираются вместе, когда они едины. Вот это единство, которое человек в обычной жизни познает только в редких случаях гармоничной любви. Мужчины и женщины узнают друг друга. И вот это радостное единство, что они, да, едины во всем. И вот это единство и переживают христиане, когда едины в духе. И вот поэтому так важно нам иметь вот этот символ веры, который был сформулирован, во что же мы веруем. Так что давайте об этом помнить, и всегда его читать с благоговением, и воспевать все вместе, потому что это именно вот этот знак того, во что же мы верим. Ну и еще, конечно, необходимо сказать, что сегодняшний день – день те заименитства нашего патриарха Кирилла, потому что день памяти о небесном покровителе, равнопостное Кирилла и его брата Мефодия. Замечательное дело было сделано этими миссионерами создания славянской азбуки. Собственно, в основу лег древний болгарский язык, но они дали ему алфавит и дали ему вот жизнь тем, что на него перевели богослужебные книги и перевели значительную часть священного писания. Через это язык получил все богатство, что культура наследия греческого языка. Через это стала возможной русская литература, русская культура. Конечно, она еще оплодотворялась и контакты с Европой и так далее, но вот эта основа, первый толщок был дан именно ими. И не просто как некое культурное явление, а как явление, которое позволяло народу узнавать о Боге. Так что вот это единство сегодняшнего дня тоже очень символично и очень важно. Поэтому будем чтить память этих великих учителей, но при этом важно сказать еще вот что. Почитая их память, надо понимать, что она воздается не столько самому тексту, самим буквам и тому языку, который неизбежно меняется на протяжении истории, это всем понятно, а самому принципу, который заключается в том, чтобы народ имел священное писание и молитва на понятном ему языке. Вот это самое главное. И мы видим, что, конечно, неизбежно церковно-славянский язык все время модифицируется. Если мы возьмем книги богослужебных, там, 19 века, там очень много же слов, которые сейчас не очень понятны, и некоторые даже звучат очень странно. Так что вот эта редакция все время, конечно, происходит. Так что вот сам принцип понятности, вот он основной, что текст – это не какое-то заклинание такое малопонятное, что произнеси, и все там, все там совершится, а что текст богослужений и священное писание – это то, что Бог хочет нам открыть, чтобы мы это знали, чтобы мы понимали. Как и Господь сказал, что не называй вас рабами, потому что раб не знает воли Господина своего. Приказал и сделал все, а что для чего-то не твое дело. Он называет друзьями, вот Господь называет. Потому что друзья знают, что говорит их старший товарищ, что говорит их учитель. Так что давайте вот обо всем этом помнить, и пусть это все слагается верой в наших сердцах. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова